Меня зовут Николай Гребнев, я работаю в компании КАСИС, в отделе технологического развития. И сегодня я бы хотел поговорить с вами о такой интересной теме, как самоорганизующийся процесс и психологический аспект, который этого дела касается. Ну, со всеми, наверное, бывала такая ситуация, что едешь домой, задумался о чем-то, и случайно обнаруживаешь, что до дома уже доехал, и проделал ключевую часть пути. Вроде бы сознательно процессом не управляли, никто не указывал, куда идти, что делать, как делать, а в нужную точку все равно попало. Это произошло быстро, легко и непринуждение. Такое бывает не только с отдельным человеком, не только вот в таких простых ситуациях, но и в гораздо более сложных системах командов, в общности нескольких команд, в целых организациях. Но прежде всего, я хочу предупредить, что я в этом докладе буду предлагать только свой авторский взгляд. Никаких общепринятых теорий я тоже говорить не буду, если я ссылаюсь на какую-то терминологию. Это, опять же, мое понимание. Наверное, в данном докладе не очень важно, но соответствует она тому, что понимает под этим, весь остальной мир и лени. Я не психолог, я работаю, я руководитель проекта по разработке программного обеспечения, поэтому делать отсылки к теории психологии тоже не буду. Прежде всего, хотелось бы рассказать о некоторых предпосылках, которые позволяют вообще думать об этом, почему нам это важно, почему нам это интересно. Любая сложная деятельность, например, жонглирование во время бега, состоит из множества аспектов. Просто безумного количества, нужны все контролируют. Это может быть распределение задач, распределение целей, распределение внимания, смотреть за качеством, координировать действия других, или, в крайнем случае, свои, если это деятельность, следием научным, обеспечивать взаимодействие, следить за внешними коммуникацией. Я сейчас рассказываю аспекты, но с точки зрения руководителя, как человека, который целостно отвечает за весь процесс. Причем это руководитель может быть как небольшой группой разработчиков, так и более крупной организационной единицей. Это также вполне применимо к отдельному человеку, если он занимается организацией своей личной работы. с этим бывает, возникают проблемы. Работа с людьми – это почти в любой деятельности один из самых важных аспектов. Многое-многое другое. Если брать более близко к нашей деятельности разработку КОО, то это будет аналитик, управление требованиями взаимодействия за качество, взаимодействие с пользователями, разработка, качество кода, архитектура, тестирование, производительность документации. И Бог знает еще что. Наверное, каждый, кто пытался управлять разработкой, или даже просто не участвует, замечал, что все эти аспекты на разных этапах так или иначе вылезают. И не обращать внимания на них нельзя. И каждый из этих аспектов очень важен для конечного успеха продукт. Из-за каждого из этих аспектов может произойти право. И каждый аспект требует управления. Если запустить аналитику, то есть риск, что сделает не тот продукт. Если не делать документацию, то получится, что новых людей из проекта вводить очень долго. И каждый аспект требует контроля. Надо следить, что он не просто управляется, а что управляется качественно, управляется так, как нужно, а не как-то там произвольно, что мы вообще движемся в ту сторону по данному аспекту. Как же это обеспечить, возникает вопрос. На это есть достаточно стандартное средство, к которому прибегают все, рано или поздно, и они не плохие, не хорошие. Это они очень часто используются. Это, во-первых, непосредственно участие в бизнесе. Во-вторых, контроль деятельности. В-третьих, делегирование ответственности, когда мы пытаемся передать какую-то часть деятельности вместе с ответственностью за эту деятельность, с контролем и другим человеком. Ну и формализация, стандартизация, когда мы назначаем не ответственно, а делаем процесс, который подробно описывает, как что или иное действие должно быть сделано. И здесь мы уже опираемся не на людей, а на процесс. Вот по каждому из таких аспектов там пишется процесс. В разработке программного обеспечения это можно наблюдать. Там очень часто выделяется отдел аналитиков, отдел тестировщиков, отдел разработчиков, архитектор бывает. Там пишутся подробные процессы в зависимости от размера организации. И это имеет ту или иную эффективность. Давайте разберем, естественно, подробно. чтобы лучше понимать, что мы можем тут улучшить. Ну вот, непосредственное участие. Руководители, как правило, там очень быстро становятся невозможными. Это вот человек превращается в многоруховую ошибу, только вот с гораздо милым, меропаренным лицом, и приходится делать кучу разных вещей. И, понятное дело, что в итоге ничего не успеваешь, и утекают какие-то разные аспекты. На начальных этапах это еще возможно, но в дальнейшем инструкция начинает заболеть. Переход от личного участия к контролю деятельности сопряжен приблизительно с теми же самыми проблемами, что контролировать множество участков сложной деятельности, а каждый из этих участков сам по себе сложен. Ну, достаточно тяжело. И вот, в отличие от атомной станции, у нас нет таких удобных, красивых индикаторов, где загоралась бы красная лампочка, что там проблемы с, предположим, качеством кода, и надо пойти и поговорить с разработчиками. Ну, делегирование ответственности. Это следующий этап, когда личного контроля переходим к попыткам. Этот контроль является кому-то другому, вместе с определенными полномочиями. Ну, это хорошо работает. И вот, опять же, все знают, что там, у меня как отдел аналитики, отдел разработки, отдел тестирования, фактически есть делегирование ответственности за отдельный вид деятельности по разработке проекта. Проблемы тут возникают следующие. Обычно аспектов несколько больше, чем вообще, в принципе, людей участвуют в проекте. И там каждому из них передавать что-то бессмысленно. Просто там, на человека получится, помимо его основной деятельности, например, сама разработка, еще куча ответственности, которые он должен делать. Понятное дело, что основное внимание он будет уделять своей профильной деятельности, а, например, контролировать качество тестирования, качество кода, или вот классический пример, когда разработчики будут вынуждены документировать код. Это очень часто встречается, это совершенно нормально. С этим возникают проблемы. Сложно заниматься двумя этими этими одновременно, сложно удержать фокусы. Более одно из них основное, за него тебе платят бонусы, тебя по нему оценивают какое-то побочее явление, которое хочется избавиться. Поэтому обычно ключевой аспект, более-менее ключевой, удается делегировать, но все остальные, каждый из которых менее важен, но в совокупности дают значительный эффект, уже делегировать, конечно же, не получится. Ну и формализация и стандартизация, это когда подробно описывается процесс, выпускаются стандарты, что люди постепенно превращаются в роботами. Ну мы все знаем, какие проблемы с этим связаны. Во-первых, люди демотивированы. В нашей области разработки программного обеспечения, как правило, они очень любят работу по жесткой формальности. Но во-вторых, и это может быть даже более важно, это, как правило, просто невозможно, потому что деятельность наша настолько сложна, что в реальности ее стандартизировать попытка описать по детали, чтобы качество процесса уже не зависело от человека, полностью определяется в такой толстой книжке, просто невозможно. Ну и по крайней мере наша цивилизация еще до этого не дошла. Итого мы получаем, что те или иные все эти методы, при попытке их распространить на большее количество аспектов, которые хотел бы контролировать, чтобы делать более качественную свою работу, в итоге дают местную эффективность. И мы теряем самые главные контроли, основных аспектов, которые приносят нам успех. Во-вторых, некоторые из этих вещей имеют высокую цену. Делегирование ответственности, если на каждой вид деятельности назначать недельного ответственного человека, который занимается только этим, и безумно, написание стандартов, это еще дороже. Это имеет сумасшедшую цену. Такое правило, даже достаточно крупная организация не может себе позволить. Это в течение нескольких десятков лет разрабатывается на уровне государства по другому институту. Снижение мотивации, само собой, когда человеку дают какую-то подробную инструкцию или необходимо еще помимо разработки кода или тестирования или аналитики еще следить за десятью другими совершенно нехого его деятельства внешнего обещания, не имеющими, не добавляя удовольствия от работы. Но обратите внимание, что несмотря на все эти сложности, вот как-то все это работает и проекты выпускаются, и даже если какие-то отдельные аспекты нашей деятельности выходят из нашего внимания, все равно как-то живет хуже или лучше, но происходит. Мы движемся вперед, и там зачастую даже в том направлении, в котором нужно, несмотря на такие проблемы, что мы выпускаем столько всего из вида. Как же так получается? Почему? Ну, ответ здесь можно представить, что в любой деятельности протекают некоторые процессы самогенизма. Вот по определению из Википедии самоорганизация это процесс упорядочивания элементов одного уровня в системе за счет внутренних факторов без внешнего специфического воздействия. То есть у нас на систему наложены некоторые неизменные условия, при этом сама система внутри себя меняется, как-то и начинает работать постепенно лучше и лучше. Иногда это работает, иногда нет. За счет чего вообще самая организация может быть возможна? Во-первых, это знание. Люди зачастую просто знают, как делать и им нужно дать возможности для того, чтобы эти знания оказались применены. Возможности я имею в виду не в том смысле, что людям нужно дать разрешение. Вот, часть знаний ты их применил, чтобы у него возникла некоторая реальная потребность по применению своих знаний. Во-вторых, люди учатся, в том числе и самостоятельно, в том числе и совершенно без наставничества. известно, что дети, которые живут рядом с водоемом, или рядом с морем, обычно достаточно быстро учатся плавать и как-то этим никто специально занимается, просто смотрят на других, возникают какие-то идеи. Так или иначе, человек приходит к тому, как лучше для него самого выполнять ту или иную деятельность. Ну, понятно, что ни знания не будут применять, ни учиться человек не будет, если не будет некоторых внешних условий и обстоятельств, которые его к этому подталкивают. Как правило, одной из мотиваций недостаточно, потому что мы сейчас с вами договариваем о достаточно непрочем деятельности для человека, для разработчика это документирование или часть аналитики, которую мы берем в губах. поэтому для того, чтобы он смог применить свои знания, нужны некоторые посылы, некоторые там, что-то. Ну, любого человека присутствует стремление сделать хорошее количество. Когда даже мы понимаем, чтобы это сделать, чтобы сделать одну вещь, нужно сделать какую-то другую, которая вроде как не относится к нашей деятельности, но она существенно лучше, что ее делают. Достаточно естественно. Каждый наверное не туда. На стремлении к улучшению в первую очередь лень к этому подталкивать, каждый человек хочет поменьше работу, поэтому старайтесь свой процесс организовать так, чтобы делать как можно меньше. Это очень хорошо, это способствует прогрессу, способствует развитию. Ну и возникает вопрос, если мы ничего специально не делаем, специально об этом не думаем, все равно как-то происходит самоорганизация. Это некоторый процесс, обладающий свойствами природы нашего общества, в котором мы живем. Но может быть можно не надеяться на Бога, что у нас в честном самоганализуется вообще само по себе, а как-то на этот процесс влиять, как-то направить его в то русло, которое нужно нам, чтобы получить более эффективный результат. Да, конечно, возможно. Можно привести несколько примеров из повседневной деятельности, связанной с разработкой ПО. Первое, что, наверное, сейчас на слуху, где больше всего присутствует слово организация, это вот такой термин скрам, это гибкий процесс разработки программного обеспечения. От всего, от этого процесса у всех разные впечатления, у кого-то получилось лучше, у кого-то получилось хуже, у кого-то не получилось вообще, кто-то в восторге. Но одним из ключевых факторов этого процесса является самоорганизация. и что удивительно, вот вместе со скрамом мы получаем такие вещи, как сама организация команды, хотя вот непосредственно скрам на это не направлен, но это его база. Что еще более удивительно, получается хороший, качественный код. Фактически это к скраму уже не имеет никакого отношения, но в итоге команда организуется таким образом, что получается хороший код. И высокая скорость работы. сам скрам не декларирует, что нужно работать быстрее, сидеть по ночам, что-то еще, но проект работает быстрее. Есть вот такая методология разработки, методология проектирования, она называется данная грибоделя. Я не в частности коллега Максим Цепков, достаточно много рассказывали, его сегодня будет доклад через один по-моему про эту методологию. Я на ней подробно останавливаться не буду, но помимо тех основных целей, которые она закладывает, получается более качественный архитект, идеально качественный, не лучше, но однозначно более качественный. Откуда это берется документация? В самой методологии там про документацию не сказано ни слова, вообще никакого отношения не имеет к методологии, но она появляется, причем документация хорошая, документация, которую читает. и у людей, которые участвуют в проекте, возникает взаимопонимание. Я потом подробно про каждый из примеров расскажу, за счет каких механизмов там появляются. ну вот еще один пример крайний это тест-дрибен дизайн. Это достаточно популярная сейчас методология, когда тесты принято писать вперед. Весь код, который делается, принято покрывать тестами. Это такая картинка из одной из моей презентации, где я рассказывал про тест-дрибен дизайн. В принципе отражаются суть. Благодаря ТДД получается почему-то объектно-ориентированный дизайн. Непосредственно отношение возникает слабая связанность кода. Тоже ТДД иногда говорится, что слабый связанный код писать хорошо, но сама практика направлена не на. И получается более качественный код. Это достаточно ощутимо. Те, кто пробовал, те, наверное, знают. Давайте посмотрим, как же это все-таки работает. Как у нас так получается, что вроде целяет дни, а результат существенно шире поставленный. целью. Ну вот смотрите, в каждый из примеров из IT-индустрии он специализуется в чем? Там есть некая цель, к которой необходимо стремиться. Там есть средства, она дает определенные средства. И есть ограничения, которые накладываются. Причем во всех примерах, ограничения достаточно жесткие. Вот посмотрим с крана. Цель. Успех проекта. Цель достаточно размытая, но, как правило, команда, которая работает, ее понимать. Средства. Средства в данном случае определяются самой командой. Скоро имеет несколько инструментов, но основное, что нужно для достижения, определяется самой командой. И ограничения. они простые, но очень жесткие. Это итерация, это бэклог, то есть, когда команда не определяет, что она будет делать, и равноправие членов команды. Кажется, на первый взгляд, что это достаточно легко сделать, но при попытке это внедрить на практике это оказывается очень тяжело, причем в каждом из начиная с того, что сделать всех членов команды равноправными, это не требуемая задача. И в результате мы получаем самоорганизацию по коду, мы начинаем писать более качественный код, почему-то команда начинает работать так, что порт получается хорошим, это мы не управляем, не контролируем процесс, но это так происходит. Мы получаем качественный продукт в целом. Опять же, команда даже сложно сказать, если про код еще можно увидеть технику, которую имеет команду, то качественный продукт скорее виден только в виде результата. Ну и хорошее взаимопонимание в команде, естественно, необходимости разговариваться. Это не способствует. Опять же, мы не требуем, чтобы люди хорошо друг друга понимают, чтобы хорошо друг друга подходили. Это не имеет нашей лице края. Это просто появляется в результате самоорганизации деятельности людей. У нас условия остаются все теми же, но со временем у нас улучшается код, улучшается качество продукта, улучшается взаимопонимание команды. И команда постепенно принимает некоторую самостоятельность в принятии необходимых проектных решений, что тоже очень важно, потому что люди вводят, знают, что прежде всего в работе приходится принимать кучу решений, и чем больше решений руководителю удается отдать кому-то другому, тем лучше, если решения не будут достаточного качества. Ди-ди-ди. Цель. Цель очень простая. Цель говорить на одном языке, чтобы аналитик, разработчик, заказчик, статировщик, пользователь, все, кто угодно, говорили на одном языке. И все друг друга при этом понимают. Выписание системы. Средства это сам единый язык, который необходимо выработать, в процессе работы. Ограничения тут, наверное, очень сильные, что от постановок, которые мы пишем, от требований всего общения, которое у нас вообще происходит внутри членов команды, до непосредственной реализации в коде, это все должно присутствовать только на едином языке. Опять же, когда первый раз читаешь про это в книжке, кажется, что это просто. На самом деле это безумно сложно. Это очень жесткая кончина. Но если его все-таки выполнять, то мы получим самоорганизацию по вопросу архитектуры. Во-первых, архитектуру будут знать и понимать все, и она просто практически по определению будет, потому что если не выработана коллективом, то коллективно одобрена. Ну, необходимость всем говорить на едином языке и архитектуру самоописывать на этом языке приводит к тому, что архитектуру читать не надо. Во-вторых, она просто документирована. Потому что, когда мы говорим на одном языке и говорит несколько людей, даже если мы пытаемся все это делать без бумажек, как-то неформально, очень быстро, через некоторое время начинают появляться какие-то протоколы, какие-то документы. Это происходит само по себе. Можно никого не просить, это обязательно появится. Ну, если, конечно, нет правильных коллектив, те, кто занимается саботажем. Тем более, что есть коллектив из каких-то составит. Знаете, если люди более-менее интересованы в том, что они делают, то документация появится, выбора не будет. Это единственный удобный инструмент для работы таких ограничений. И мы получаем согласование всех изменений на раннем этапе. Про это нет необходимости говорить, это нет необходимости вводить. Вести согласование изменений на раннем этапе вручную, управляя, прямо указывая на это, достаточно сложно. это встречает всегда резкое сопротивление, потому что в реальности необходимости в этом как таковой у людей нет. Они всегда могут делать. Максимум, что появится потом за некоторое наказание, я не пойму, свою ошибку, но, во-первых, это, скорее всего, очень поздно. В большинстве случаев просто не будет. И согласование на раннем этапе, вот декларации этого попытки уговорить их это делать, как правило, получить не удается. все равно множество решений принимается слишком поздно. Ну и вот в качестве теста древнего дизайна. Цель из Википедии, я ее выкистал. Простой дизайн и уверенность. Уверенность разработчика в том, что он когда меняет код, код не сломается. Цель простая и понятная. Средства, вот некоторые, можно сказать, мемы, некоторые устраившиеся выражения, которые практически означают ТГЗ, древний фактор, что мы вначале пишем тест, потом его запускаем, у нас нет реализации, тест красный, мы пишем реализацию, тест становится зеленым и мы чуть-чуть улучшаем код. И ограничения. Ограничения опять оказываются очень жесткими. Тесты вперед. Попытка писать тесты вперед, это требует на первых этапах недвижной дисциплины. Но если там все... Но зато оно простое, по крайней мере, ты понимаешь, ты пишешь тесты вперед или ты пишешь назад, и ты пишешь после. И вот один тест, один класс от ограничения менее жесткой, во-первых, либо там сложнее соблюдать. Но тоже достаточно важно. Это тоже относительно легко проверяем. Что мы видим в результате? Что организуется объектно-ориентированный дизайн. И по удивительным образом получается объектно-ориентированный дизайн. Или близкий к нему дизайн со сходными качествами. Во-вторых, получается слабосвязный код. То есть все части кода очень мало связаны между собой. Изменения в одном участке нельзя проделать в другом участке. В более подробных книжках про ТДД про это пишут. Но в самой методологии, в тех средствах, которые вы будете применять, когда начнете писать тесты вперед, ничего этого не будет. Но слабосвязанный код у вас через некоторое время получится. Это не обязательно произойдет сраги. Может быть, это даже не произойдет вообще, если не удалось подружиться с этой методологией. Но если все пойдет как надо, то будет слабосвязан. Ну и качественную архитектуру наоборот дизайна вкладываться тоже в это следствие. Тоже ТДД не требует этого прямо, не предоставляет вот средств, направленных на снижение именно этого, по крайней мере, очевидным образом, что можно сделать и средства выводят, потому что так получится отслуживание между нами. Но она получилась. Причем она получается не за счет тех средств, которые дают ТДД, а именно за счет той деятельности, той организации деятельности, которая в ограничении ТДД берет на себя человека. Давайте попробуем обобщить, что, во-первых, есть общего на всем этом. Это понятная цель. Цель очень понятна, она очень проста. и хотелось бы, чтобы ее разделяли все члены команды. Если работа с собой, то разделяло ее самостоятельно. Например, цель писать хорошую документацию непонятна. Она не очевидна, она сложная, у нас нет понимания того, как нужно, как писать хорошую документацию. Никак. Даже сложно придумать. Как разработчик, если он себе поставит цель писать хорошую документацию, как это будет? Не понятно. Когда разработчик ставит себе цель успех проекта, у него есть очень много представлений о том, как достичь успеха проекта. У любого разработчика, у любого участника проекта есть. Когда человек себе ставит цель общаться на едином языке со всеми участниками проекта, это тоже понятно, как достигатель. Вроде вырабатывать язык и общаться на нем. Когда стоит цель простой дизайн уверенности, мы, по крайней мере, можем смотреть, что уверенность есть, есть простой дизайн. Когда мы ставим какие-то странные цели, вроде раннего согласования, хорошего документирования, возникают сейчас проблемы. Непонятно, за счет чего это достигать. Можно за счет силы воли заставлять себя писать документы, не более ограниченные и рано или поздно придется на этой логике. Любих причин делать так нет. А сам процесс достаточно сложный. Во-вторых, простые средства. Они простые по описанию, простые по консилю, что позволяет достаточно быстро начать этим пользоваться и не бросить утонув в сложности. И жесткие ограничения. Жесткие, опять же, простые ограничения. Очень важно, что эти ограничения как раз не обязательно обоснованы как-то очень сильно или что-то еще. Эти ограничения создают человеку необходимость как-то организовывать свой процесс, не забивать на цель, сталкиваясь с трудностью. Дают некоторый инструмент некоторую обратную связь к процессу. Но это мы еще чуть-чуть подробнее разберем дальше. Здесь становятся очень важными аспекты психологии. Потому что понятное дело, что как-то это связано с неизвестным человеком. Физический процесс, такими свойствами не обладают. Ну, во-первых, это знание и обучение. Как я уже говорил, человек может что-то знать, что-то предполагать и чему-то научиться. Человек и команда, и гораздо более крупные, обе единицы тоже обладают этим свойством. Вплоть до целого общества или государства. Человек зачастую представляет решение многих задач, многих своих задач. и способен к обучению. Даже если он не знает, как сейчас точно это сделать, за несколько итераций, за несколько попыток он поймет, как это делать. Но одного этого недостаточно. Обычно мы знаем решения множество. Каждый из нас знает, как лучше жить в государстве. Кто-нибудь пытался изучать, что-нибудь делать? Наверное, нет. Кто-то, наверное, многие из нас могут обучиться очень многим вещам. Мы же не учимся. у нас просто нет никаких стимулов, как в делах, куча. Заниматься каким-то внедрением своих решений или обучением ни малейшей необходимости нет. Поэтому необходимо человека вынуть синтезировать решение или научиться и позволить ему его применить. Вот жесткие ограничения, которые мы видели, вынуждают человека синтезировать решение. не может не решить эту проблему, не, например, написать хорошую документацию или не сделав хорошую архитектуру, достичь цели поставленных тех ограничений. Конечно, возникает соблазн на эти ограничения сдать. Но за счет большой их простоты человек, по крайней мере, долгое время самостоятельно с чьей-то помощью может контролировать их соблюдение. Ну, а позволить применить естественно тоже необходимо. Если человек долго синтезирует решение, то тот не применяется. Он очень хорошим приводит никогда. Вот цель. Почему она так важна? Видимая цель, она мотивирует. Чем менее видимого, чем менее осезарен понимания, как достичь и поставить цель, и чем менее значимой она для себя будет, тем больше наплевательного достижения этой цели будет человеку. Когда мы рассматриваем различные аспекты деятельности, выделяя из них отдельные цели для человека, мы всегда подходим к той ловушке, что на самом деле человек неинтересно. Просто неинтересно. Отдельная организация тестирования автоматизирована. Может быть вполне сильно интересно. Да, бывает так, что человек лично почему-то вопрос интересный. Но так бывает не сильно. И во-вторых, ограничения. Простые ограничения придают смысл и обеспечивают необходимость думать, действовать в заданных условиях, действовать в необходимом направлении. Это как игра. Вот представим игру в шахтинг. Там ограничения тоже достаточно искусственные. Почему фигуры ходят именно так? Ну, это же предка. Почему они не ходят по всей доске? Но когда человек принимает правила игры, когда он принимает правила игры в шахтинг, он начинает играть. И он начинает удивительным образом вырабатывать стратегии именно в заданных правилах. Что еще более удивительным. Это развивает человека по всему спектру. Он умнее, он лучше решает задачи в их сфере и прочее. Как правило, ограничения неочевидным образом связаны даже с непосредственным деятельностью, что побочными аспектами символи. Просто в таких предприятиях человек начинает думать, он начинает работать. Не всегда это происходит на сознательном уровне. Иногда это бывает безсознательным. мы вырабатываем какое-то решение, но мы не понимаем как. В психологии есть понятие артификации. Проводился такой эксперимент, когда интервьюер опрашивал людей, задавал им какие-то вопросы и в зависимости от ответов либо давал им вознаграждение небольшое, либо не давал. И удивительным образом возникала следующая ситуация, что никто из участников не смог объяснить, по какому принципу выдается вознаграждение. подавляющее большинство этих людей почему-то к концу интервью начинали получать вознаграждение почти на каждой заданной вопросе. придать ему необходимое ограничение и цель, для которой потребуется хорошая артификация. Она будет. Если нужна документация, нужно придать человеку цель. Как правило, не связано с документацией, потому что жалко расположить цель такую ерунду, и ограничения, в которых это возникало. Где можно применять самоорганизацию? Понятное дело, что возникает собленность сказать, что вот сейчас мы просим людей, посадим их в комнату, и они вообще все сделают волшебным образом. Туда лезть не будут. Мы так цель, скажем, нужно создать суперхорошую систему по учету чего-нибудь, или сайт социальной сети, которые это сделают. Нет, так обычно не получается. Вопросы, где можно применять самая организация, они достаточно ограничены. Возникает вопрос, что контролировать вообще явно, что все-таки требует ручного управления, непосредственно управления именно этим объектом. Это, как правило, ключевые факторы успеха, именно ключевые, от чего действительно зависит, придете в ту точку, в которую идете, или нет. Это содержание деятельности, это может быть состав работы, это может быть производительность, если вы строите производительную систему. Если это основа, если это то, за счет чего вы собираетесь достичь успеха, то оставлять это на самоорганизацию скорее всего не стоит. Может быть она получена, может быть нет, может быть она будет недостаточной для того, чтобы достичь успеха. Само соблюдение ограничений. Те ограничения, которые я озвучивал, они, как правило, требуют явного комфорта. Там уже не получается организовать систему, которая сама будет соблюдать свои ограничения. В них надо работать строго. Ну и понимание целей. Это тоже один из ключевых факторов успеха, чтобы каждый человек, который работает, понимал цели, с которой это делается. Самоорганизация. В каких же случаях мы можем применить самоорганизацию? Как правило, это можно применить, можно попробовать применить, если что-то должно быть. Например, документация должна быть, архитектура должна быть, с приемлемым качеством. Здесь очень важно слово приемлемым. То есть гарантировать качество в условиях самоорганизации практически невозможно. Мы вообще не управляем этим процессом. Оно получится, запилки и получится. Оно может получиться очень высоким, а может не очень высоким. Но, как правило, приемлемым оно будет, потому что результат этого качества это вынужденная необходимость. Если качество недостаточно, то необходимость усиливается за счет наших ограничений. И деятельность желательно, чтобы она не требовала управления, ручного управления или ручное управление там было вообще невозможно. Совмещать самоорганизацию с ручным управлением нельзя. Как только вы попытаетесь в самоорганизованный процесс внести какие-то ручные правки, все развалится, ваши ручные правки будут саботированы, а самоорганизация просто развалится, потому что уже нет необходимого пространства для решения. Уже появляются какие-то новые внешние обраничения, практически противоречит определенные условия. Примеры таких вещей документируемые в проекте. Уже неоднократно его приводил. Это та вещь, которая во всех проектах есть проблема всегда с документами. Любой человек говорит, что документируемые не хватает, ни разу не ставку в ситуации. Но она, как правило, не является ни ключевым для успеха, не требует ручного управления, потому что это вообще зачастую невозможно. Но зато приемлемое качество вполне достаточно. Если поставить ограничение так, чтобы возникнуть премиум качество, то можно получить хороший результат. Один из примеров такого качества таких ограничений может быть, например, постоянный вход в команду новых людей. Тогда необходимость обучения непрерывная заставит рано или поздно людей это сделать, поймите, иначе не будет. Но не сразу. Архитектура может быть менее важной, может быть более важной. В более крупных проектах, конечно, архитектура берется подручным управлением, но в менее крупных проектах вполне допустим использование самоорганизующих систем ДДД и скрамп аналитика не определение того, что необходимо сделать, а уже более детально проработать того, что сделать как правило не является ключевым фактором успеха. Код-ревью это процесс, который один из характерных вещей, который мы видим чаще всего в самоорганизации. Обычно руководитель узнает, что у него в отделе или в проекте завелось код-ревью по себе. Это сверху дня навязывается. Если программист качественно, то появляется в себе. Ограничения в некотором роде есть естественные, потому что основное этих требований это общее владение кодом. При общем владении кодом люди стараются смотреть, что будет. Автоматизация тестирования может быть примером того, что можно отдать на самоорганизацию. Можно неожиданно обнаружить, что часть тестирования автоматизирована. Это, как правило, так появляются именно отделы автоматизирования и тестирования по организации до того, как она выросла. Там потихонечку появляется установка космоса и тестирования. Ну и мотивация людей. Влияние напрямую мотивации людей у любого руководителя очень мало. Это компенсация и уровень задачи. Не всегда даже это находится в его области. В определенных условиях человек имеет свойство сам находить для себя мотивацию, сам находить для себя интересные задачи, сам мириться с тем, что ему приходится делать неинтересные задачи для того, чтобы лучше сделать интересные, которые ему нравятся. Коммуникация, опять же, сложно им управлять напрямую. Необходимости в этом явно нету. Поставив некоторые условия, условия равенства, между участниками и условия необходимости общаться, на едином языке писать код на едином языке в том, что качество коммуникации и количество между людьми существенно увеличится. Естественно, как и любого другого метода этот имеет существенные проблемы и ограничения. Во-первых, для самоорганизации требуется время. И это время может быть значительным. Надо понимать, что пока будет происходить вот эта организация, пока люди соберутся, поймут, как делать, выработают решение, особенно если это новая для них незнакомая деятельность, пройдет некоторое время, которое, скорее всего, будет существенным провалом. Это нужно подождать. Нужно иметь некоторое терпение, некоторую силу воли, не вмешиваться вручную, особенно если знаешь, как это сделать. делать. Результат поражает. Впечатляющим, потому что тесто в каком самоорганизации все-таки произошло, они уже не требуют вообще внимания руководителя никакого. Во-вторых, результат не гарантирован. Это самое удивительное. Здесь очень много зависит от любви. И если мы ожидаем самоорганизации в том или ином процессе, то по ряду различных причин мы можем его не получить, либо просто ждать слишком дотом. Это некоторый риск и понимание того, что просто иного выбора нет. Ну и процесс не управляет. Процесс того, как происходит самоорганизация, абсолютно не управляет. Если мы создали условия, то нам остается только ждать. Это как выращивание бактерий в пропирке. Мы дали питательную среду, посадили туда бактерии. Если они там все сдохли, значит ничего не управляет. Мы не можем этим управлять, не можем как-то этим направлять. Зачем это все нужно вообще? Обладая такими проблемами, они все-таки достаточно существенны, здорово связаны с психологией руководителей, потому что понимать что-то, делать что-то, отдавать что-то в такую область где-то никогда уже больше не сможешь направлять достаточно страшно, особенно наблюдая в первое время, как все идет не так. Это время может быть там существенное, например, год. Полгода, не за две недели процесс выходит на качество. Зачем? Построение самоорганизующей системы любое. Это понимание того, что вручную управлять всем невозможно. Процессов много. При попытке ими управлять всеми вручную и самостоятельно и с чьей-то помощи, мы либо придем к тому, что это бесконечно дорого, либо к тому, что у нас не хватает времени. Это действительно важные вещи. Как правило, это приводит к тому, что человек просто забивает на какие-то процессы, а там уже как-то как-то влиять на это можно. Какие-то ограничения необходимые задать, для того, чтобы покрыть большое количество аспектов, сразу возможностей. Во-вторых, это всегда компромисс между качеством предсказуемости и личной уверенностью в отдельных частях и результатом в целом. То есть, понятно, что когда мы что-то отдаем на самоорганизацию, предсказуемость у нас становится близко к нулю, особенно на первых этапах. Качество становится тоже непредсказуемым, и личная уверенность у любого руководителя, кто-то там пробовал, что-то себя с ним, очень резко падает. Даже при простом делегировании она уже падает, существенно, а при отдаче этого на самоорганизацию на фактах и ничего. Но невозможность тратить все свое время на проект и, в конце концов, ограниченность времени приводит к тому, что делать необходимо. Лучше это делать осознанно, чем на случай. Ну и начитая любого человека, это уменьшение нагрузки и возможность сконцентрироваться на действительно важном. Не оставляя некоторые вещи на организацию, мы погрязнем в мелких деталях. И в мелких, как правило, незначительных. Вплоть до того, что мы перестанем уметь вообще, потеряем способность выделять важное. Потому что все будет казаться важным. Придется от чего-то сознательно отказаться. Познательно. Ну на этом, наверное, у меня все. если есть вопросы, я готов. спасибо. Скажите, пожалуйста, а значит ли это, что сама организация какую-то абсолютно неуправляемость и черный ящик, который никак нельзя мониторить. ну то есть туда что-то забросили и оно как-то там само крутится, и ты не знаешь, что тут выглядит. Ну смотрите, это несколько зависит от процесса. Некоторые вещи можно мониторить, некоторые нет. то есть результат в некоторых случаях мониторить можно. Например, если вы рассчитываете, что у вас документация появится в самом сети, то результат там можно видеть, появилось или нет. А влиять на сам процесс самоорганизации, как правило, нельзя. делать какие-то прогнозы о том, когда самоорганизация уже произошла, когда мы уже вышли на какой-то стабильный результат, то, как правило, все хорошо. Он повторяется, достаточно стабильно и очень долгое время, если там не менять ограничения, не менять кардинальные людей, например, сразу две-трети команды выбросить, но ввести. И тогда прогнозировать легко. Вообще, знаю, когда команда входит в рабочий рейтм, просто уже становится точнее оценка. Это один из примеров самоорганизаций. Вам редко встречается какое-то формальное управление оценками. Как-то это очень дается с помощью экспертов. Выпуск среднего. И с течением времени проекта оно становится все точнее и точнее. Мы понимаем, что мы можем уже прогнозировать достаточно точнее оценки. Спасибо. Еще вопросы? Спасибо, Николай. Было очень интересно. Вы сказали, что все это ваше личное мнение. Я так понимаю, что презентация это ваши выводы, основанные на какой-то вашей работе. Мне было бы интересно знать примеры из вашего личного опыта. С какой командой вы работали, какие вы использовали методологии, не получилось ли самоорганизация или не получилось. Какие у вас были ошибки? Ну и в целом о вашем опыте. Сколько у вас было команд? Где все-таки, в каком проценте из них сложилась самоорганизация? Ну, смотрите. Команд у меня было несколько, наверное, порядка пяти. один из первых случаев, когда я понял эффективность самоорганизации, это даже была не команда, это был мой личный опыт, я приводил в пример процесс ТВД, и когда я попробовал просто по нему работать, вот в тех ограничениях, которые он предполагает, они просты, и через некоторое время сам удивился, насколько эффективно получается результат. Потом, следующее, что было применено, опять же, это домен-дизайн. когда у всех участников системы постепенно появляется понимание, появляется документация, вырабатывается коллективная архитектура, это, конечно, завораживает, потому что цель так и непосредственно не стоит. У меня была ладная команда. Я также пришел в команду, в которой был внедрен скрам. Это был скрам по-настоящему. Многие процессы, которые относятся к разработке, были на полной ответственности команды. И качество действительно было очень, и очень хорошим. Причем этот процесс был эволюционным. Ошибки тоже были. Тот же домен-дизайн получается внедрить далеко не в теку. Большая часть ошибок в самоорганизации связаны с низкой мотивацией персонала, так получается, что люди не понимают цели. Например, мы вводим какие-то ограничения, объяснение цели, и они не разделяют, не понимают, не тяжело в этом работе. Ну и, конечно, самые частые причины это попытки общеного управления. Когда мы отдаем какой-то процент на самоорганизацию, например, качество ухода, возвращаться туда уже в течение достаточно долгого времени не стоит. Если это сделать, то этот процесс затянется бесконечно и будет достаточно сильно заинтересован к кому-то. Затретьим на ваш вопрос? Ну, если бы подробнее можно тогда в перерыве дойти. Еще вопрос? Вопрос к Михаилу здесь искусству. А когда самоорганизация не работает? Ну вот, да, когда самоорганизация не работает. В первую очередь все упирается в некоторую психологию руководителя. Даже с полным пониманием того, что здесь нужна самоорганизация, очень тяжело принять то, что этим процессом ты не будешь управлять. Особенно в начале в течение долгого времени процесс будет ухудшаться. Например, мы организуем скрам. И больше не указанной команде, как ей работает. Очень сложно за этим ведать чисто психотерапевтическое. Она не работает. Это даже неплохо, совершенно необязательно стремиться к организациям. Это просто понять себя, если возможность выдержать необходимое время, если та вера в саму организацию в данном вопросе, чтобы дождаться или попытаться хотя бы дождаться результата. Но, во-вторых, как правило, сам организация не работает по ключевым позициям. Потому что, если это ключевой фактор успеха, а команда еще не сработавшаяся, то просто не хватит времени на то, чтобы это все произошло. Это, опять же, не всегда гарантированно. Это некоторый случайный процесс с большой вероятностью успеха. Но, по ключевым факторам, например, если для вас важно, что вы делаете, какой продукт в итоге получился, каким функционалом наполнен, то лучше это, конечно, не делать. Или, если для вас отличается производительность, по производительности лучше контролировать, явно декларировать, явно, и вырабатывать понятные способы для достижения. Запеки, вам вопрос. Если возможно, продолжать. Да, хорошо. Продолжение этого вопроса. Были ли ваши практики, примеры, когда сама организация не работала? Когда вы это поняли? Да, было, причем, достаточно много. Даже сказал, что их не сильно. Меньше, чем в тех случаях, когда сама организация работала. Это типовое пример, что-то на самой организации происходит, долгое время вы терпите. Самый типовой пример это попытка организации скрам-команды. Это, поскольку действительно один из современных трендах, один из самых ярких примеров на организации. Попытка скрам-команды несколько раз просто потерпит крат, потому что понятно стало, что нужно брать подручное управление, не образовывалось качество ввода, команда не брала на себя ответственность. Было это видно. Может быть, там было сделано это слишком рано, что не подождали еще, но там уже обстоятельства вынуждали. Не всегда получается внедрить другие вещи, если мы хотим, если хотелось отдать построение модели, связанной с ДЛД, на самоорганизацию общения на едином языке, это просто не получилось в связи с недостаточными делаться членам команды, что вообще участник в проекте, в том числе те, которые не подчиняются ваги, вообще это заказчикам просто нежелание работать на этой обучение. были такие случаи, когда самоорганизация успешно стартовала, в какое-то время жила достаточно долго и потом благополучно умерла. Если было, то опять-таки что не было причина? Да, было. Это однозначно было с ТДД, причем неоднократно. ТДД заводилась, работала и умирала. Умирает, как правило, вся самоорганизация по причине смены людей, если говорить про команды. Люди меняются и в определенный момент оказывается, что уже слишком много и слишком быстро поменялось людей. Потеряна наработка и уже все катится куда-то не туда, приходится брать подручное управление в процессе. Со скромом тоже была организация команды, хорошо работает. Умирает это, опять же, когда меняются люди. Это была организация, наоборот, против организации нечего. Кто-то знаете, это достаточно сложно. нехилым желанием действовать против организации. Там еще очень быстро закончится. Нереальные ситуации нужно делать. Действовать против. Еще немного мой вопрос будет один на один. Мне кажется, что самоорганизация не будет работать в случае, если квалификация команды низкая. Если мы говорим о сеньор-разработчиках достаточно инициативных и здравомыслящих, то безусловно найдутся драйверы этого процесса и они это сделают. Но если уровень будет низкий, то оно будет либо сделано как попало, либо вообще никак. То есть, мне кажется, что отдавая процесс самоорганизацию, руководитель понимает, что в его команде есть драйверы, есть лидеры, которые сделают это за ним да, основная особенность, основной риск непопадания в люди. Даже это связано не столько с компликацией, людям сложно научиться, даже студенты достаточно быстро понимают кто или нет в ситуации. Это связано с недостаточной мотивацией, у человека некомфицированно. И три таких человека в команде из пяти и никакой с ним не засужили. Сложно сказать бороться на них в данном случае если видишь что в команде всем все равно не рисковать и не пытаться ждать что вдруг появится мотивация. Наверное спасибо всем за внимание и остальные вопросы.